приветствуем вас друзья это утреннее шоу апельсин и мы продолжаем наш эфир напомним что сегодня отмечается день писателя а потому мы не могли обойти эту тему стороной тем более что первоуральске есть свои талантливые самородки создающие удивительные фантастические миры которых проявляются знакомые очертания нашего города владимир высотин герой нашего следующего следующего сюжета о котором расскажет татьяна еловских город первоуральск стал главным местом действия где развернулась нешуточная борьба между вампирами и оборотнями волшебниками духами и даже призраками первоуральец владимир высотин в соавторстве с анастасией деевой написал книгу жанре городского фэнтези служебно-розыскной оборотень таинственные события происходят в нашем родном городе и его окрестностях писать надо о том что знаешь каждая улица каждое событие каждый момент он дает повод для вдохновения и помогает создать какой-то сюжет образ и характер персонажей также не случайен привычки и некоторые черты действующих лиц в детективном фэнтези заимствованы у реальных людей прототипом стали герои городской рулевой игры это своеобразная театральная постановка в реальной жизни где есть задумка и правило но текста и роли нет сплошная импровизация персонажи по словам владимира получились живыми достоверными и необычными работа над иллюстрациями книги до сих пор продолжается писатель используя текстовый запрос создает картины с помощью нейросети если бы я писал вымышленного персонажа я бы сделал психолога идеального с точки зрения психологии он бы ничего не боялся ко всему бы относился спокойно ровно у него бы не было никаких комплексов а жизнь подсказывает что это не так и что все люди полны противоречий и внутренних конфликтов в данный момент автор работает над следующей повестью в сюжете которой также не обошлось без магии и волшебства признается что труднее всего дается написание финала чтобы выбраться из творческого тупика владимир на время откладывает произведения иногда ищет вдохновение в общении с людьми или просто гуляет по улочкам родного города главный секрет как и в любом деле не сдаваться писать стараться это как огранка алмазов нет предела совершенства желаем начинающему писателю успехов и надеемся что в скором времени мы увидим произведения уральского автора в книжных магазинах на самых видных местах